Библейский портал экзегет.ру представляет 22 глава книги-притчи «Перевод российского библейского общества» для библейского портала «Экзегет». Ну вот, подходит уже к концу Большой Соломонов сборник, главная часть этой книги. И мы видели очень разные здесь изречения, какие-то поговорки прям бытовые, какие-то очень мудрые наставления, какие-то контрастные. И здесь, пожалуй, чем дальше, тем более философским становится этот самый сборник. Доброе имя, желание и богатство. Любовь людей лучше золота и серебра. Да, пожалуй, потому что золото и серебро, ну, трудно, конечно, заработать или унаследовать, но можно. А доброе имя гораздо сложнее. И помогает оно больше. Богатые и бедные встанут рядом, ведь обоих сотворил Господь. Продолжение темы. Правда, богатый, конечно, человек, у которого все хорошо, но важно, что пред Богом они одинаковые. Увидят умную беду и скроются. Простаки пойдут напрямик и поплатятся. А вот совершенно такая бытовая зарисовка, да. Тупые люди чаще попадают в сложные ситуации. Ну да. Вот смотрите, как это все сочетается. Может быть, специально брать, вот хочет автор, такие простые вещи, да, и в них вплетать какое-то высокое философствование, богословствование, чтобы не напрягать слишком человека, чтобы он узнавал в книге притчи, и вот узнавая простые понятные вещи, умный спрячется, а простак попадет в беду. И тем самым он принимал то, что рядом с ними, более сложное. Например, следом за смирением, за страхом Господним и богатство, и почет, и жизнь. Хочешь быть богатым, хочешь быть почтенным, хочешь жить долго? Конечно, хочу. Смирение и страх Господний, вот что тебе нужно. А ты, наверное, думал что-нибудь другое. Ну, это точно так же понятно, как то, что человек тупой, несообразительный, чаще попадает в проблемные ситуации. Ну, настолько же очевидная вещь, правда? Надо же, думает читатель, а я не догадывался. На пути лжеца шипы до сети, кто жизнью дрожит, не пойдет туда. Он расставляет шипы до сети, да, ложь ведь для чего нужна? Чтобы что-то маскировать, чтобы... А мы маскируем что? То, что мы не хотим, чтобы другие люди видели, как правило, что-то опасное для них. Вот дрожи жизнью, не иди в сторону лжи. Вот люди часто думают, ну, мало ли, это, конечно, неправда, но это выгодно сказать, это поможет. Не сходи по дороге, где шипы до сети, не поздоровится. С другой стороны, выведи юношу на верную дорогу, он и старости с нее не свернет. Да, вот береги честь с молоду, оплатья снова русская поговорка в капитанской дочке, это эпиграф, кстати. Это же отсюда тоже, да, по смыслу, другими словами на смысл тот же. То есть, если юноша уже в юности направился в каком-то правильном направлении, он привыкнет так жить, это станет его образом жизни, а не просто набором каких-то отдельных поступков. Богатый правит бедными, и должник раб взаимодавцу. То, что богатый правит бедными, это довольно банально. А должник раб взаимодавцу. Вот все мы любим брать кредиты. Не, не все, но многие. А ведь ты себя ставишь в положение раба, ты не свободный человек, взяв кредит. И это настолько же очевидно, как то, что богатый правит бедными. Это, собственно, вывод. Частный вывод из этой общей и всем понятной мысли. Кто сеет несправедливость, пожнет беду и сгинет бичевой ярости. Что значит сгинет бичевой ярости? А вот человек такой вот пламенной пылки, который всех хочет наказать, установить свой порядок, у него такой бич ярости. А вот он сгинет, вот не будет он вечно. Благословен добросердечный, кто делится хлебом с бедняком. Банальная мысль. Прогони наглеца и уйдет раздор, утихнут ссоры и брань. Еще одна банальная мысль. А тут друг совсем не банальная. Кто любит чистоту сердца и приятен в речах, будет близок к царю. У нас ведь все время тема царя возникает. А кто будет близок к царю? Как добиться карьеры при царском дворце? Наверное, богатство нужно иметь. Или нужно быть таким пламенным обличителем порока, бич ярости. Или нужно угнетать людей. Кто любит чистоту сердца и приятен в речах. Еще очень важно. Царь ведь это двор, это общение с другими людьми. Тут важно не просто быть внутри себя как бы праведником. Нужно уметь эту праведность выразить в словах. Господь оберегает истину, опровергнет он слова отступника. Отступник тот, кто либо от Бога, либо от царя, либо от народа, либо от кого-то еще отказался. Тот, кто предал, по сути дела. Его опровергнет Господь. Люди не всегда. А Господь обязательно рано или поздно. Дальше такая эмористическая изрисовка. Лодырь говорит, лев во дворе стоит из дома выйти, я погиб. Ну, чтобы не выходить из дома, самоизоляция. Он придумал, что во дворе гуляет лев. И всех, конечно, он сожрет, кто выйдет из дома. Но это просто потому, что ему лень. Уста чужой жены глубокая западня. Кто проклят Господом, туда упадет. Многократная тема уже появлялась. И тут же следом. Если у юноши дурь в голове, и сгонит ее внушение розгой. Ого, как сурово. А в частности, на что юноши падки? Ну, вот красиво женщину увидел, уже влечет. Значит, отлупить его как следует и перестанет. Конечно, здесь есть какая-то вот такая патриархальная струя, которая, может быть, не очень нам сегодня кажется политкорректной и прочее. Но смысл-то ведь понятен, да? Вот лучше строго как-то обойтись с юношей в ситуации, когда он явно не туда полез. А в какую ситуацию он может полезть не туда? Вот уста чужой жены. Причем уста можно про поцелуи думать, а можно про слова, что она очень гладко и красиво говорит. Что угнетать бедняка ради корысти, что богачу давать лишь убыток. Непонятное, на первый взгляд, изречение. Угнетать бедняка ради корысти. Разве это убыток? А что ты из бедняка получишь? Вот высасывают последние копейки. И что, много могут высосать из бедняка? Нет, конечно. Или дают богачу кредиты, там, всякие прочие. Тоже не вернется. То есть даже дело не в том, что это плохо, а дело в том, что это неприбыльно. Вот если нравственные, моральные критерии не подходят, просто вот критерии выгоды. Преклони ухо, слушай слова мудрецов, внимай моему наставлению. Сладостно хранить эти слова в сердце. Пусть всегда они будут на устах твоих, чтобы в Господе обрел ты упование. Я тебе их сегодня возвещаю. Вдруг так, под конец, отдельное введение. Какие-то очень мудрые слова. И дальше. Я написал тебе 30 изречений, где найдешь ты советы познания, чтобы научился ты словам истины и смог своим начальникам ответить. Отдельно 30 изречений. То есть, ладно, сынок, тут такой мы видим отец, немножечко занудный, такой резонер, но добрый. Учит сына немножко распутного, немножко такого дурашливого, но не очень-то все-таки порочного парня. Вот такой возникает образ лирического повествователя и героя лирического, к которому обращается это все. И вот он ему объясняет, чтобы научился ты словам истины и смог своим начальникам ответить. То есть, с одной стороны, ты перед Богом будешь праведен, с другой стороны, все-таки, ну, какая-то карьера у тебя же будет. Вот начальники поймут, что ты парень хороший, продвинут себя по службе, работу дадут приличную. И здесь целый набор изречений, причем начинается все с совершенно бытовых, да. Не обирай бедняка, наживаясь на бедности. Убогого у ворот не обижай, ибо Господь рассудит их жалобу за их лишение и лишит себя жизни. Легко обижать бедного, да, многие это делают просто из удовольствия, потому что с бедного все равно прибыли особые нежды, но из удовольствия, да, издеваться над бедняком несчастным некоторые люди любят. А вот Господь вступится, не делай этого. Не дружи с гневливым, со вспыльчивым не водись, а не то пойдешь по их стопам и сам себе расставишь сети. Еще одна мысль простая очень, да. Не спеши давать поручительство ручаться за чужие долги, ведь если нечем будет расплатиться, то даже постель твою отнимут. Постоянная тема для притчи, не ручайся за другого, ты не знаешь, расплатится ли он. Не сдвигай старинные межи, которые отцы установили. Имеется в виду межа, границы между земельными участками. То есть не захватывай чужую землю, вообще не бери чужого, но это вот более конкретный вариант. Видел человека искусного в работе, он служит царям, а не черни. Тоже важная вещь. То есть какой-то высокий искусный такой опыт работы, он человека ставит в положение привилегированное. Это не просто кто попал, а он будет служить царям. Умей работать хорошо, это тебе поможет в жизни. Простейшие, примитивнейшие вещи. Не вздружи со вспыльчивым, не захватывай чужой земли, хорошо работай, не обирай бедняка. Да, дальше будет немножко посложнее, но эти 30 изречений продолжатся. Продолжение следует...